Головные лица исполнителей. Возможно, из сегодняшнего матча мы говорим про скудру, говорим про шайбу Вячеслава Кулемина, но если бы не этот маленький, да, проорный вратарь Илья Проскуриконович. И голкипер ЦСКА Илья Сорокин. Кстати, продадим, что называется, один секрет. Вторым вратарем в середине Максим Третьяк заявлен у ЦСКА. То есть формально он имеет возможность принять участие в игре. Собственно, решили серию в большинстве во многом, да. Бросок, поворот, приход, Зори, бросок, гол! Гол! Открывает счет торпеды, причем в большинстве забив против ЦСКА. Поверьте нам, уважаемые телезрители, мы видели Илью Сорокину, он безутешен был, потому что, конечно, уже в последней ситуации шансов у него не было, но шайбу он отбил очень неудачно. А Семин бросил, дальний щиток попал. Сорокину не удалось отвезти шайбу в угол площадки, она отскочила перед ним. Но здесь необходим подбор. Подбор мог осуществлять Магавил Шайбу для своего партнера. А вот тут опасно опять ворот Сорокина, потопав на его сбить-то очень тяжело. Классично, по-хорошему, нижегородцы шайбу на пятак-то вывезли, да, на чужой, для того, чтобы, по-моему, там бросок, не бросок, а удар, а не был Сорокин поджимал. Причем вывезли-то за счет тоже прессинга, был сброс защитника, был бой. Это одни, и вот то же самое делают другие. Ой-ой-ой-ой, Радулов на льду. Ну, безусловно, здравоумеет везли в памяти, да, как на литр. А, да нет, да нет, здесь отмахнулся, как раз оляет, и плюшкой в лицо. Соперник оформляется, но очень грамотно перемещаются игроки-таркеты, вот эту трапецию они все вроде перекрыли, открыли ближний угол. И защитники... Но здесь отмечу работу Плэта, он, во-первых, сохранил шайбу, когда находился на одном колене, контролировал ее, отдал на Радулова. Радулова бросал из-под защитника в ближний угол, и нашел он эту щелочку в ближнем углу, здесь про Стуриков, наверное, есть вопросы к нему. Но поскольку бросок был из-под защитника, это всегда трудные шайбы. Гол вратарский, Алидарь отвлекает на себя внимание соперников на пятачке, Алидарь потихонечку подкрадывается, Сократя передачей, то ли вдоль ворот, то ли Витарю, ах, Сорокин, какую он вытащил шайбу! На лавке беседовал с Александром. А мы смотрим момент, как раз геройство Ильи Сорокина, успевшего переместиться после броска Витаря. И Олег говорил о том, что... Радулова... В дальний верхний угол выцелил сейчас Александр. В черенок клюшки попал. В свой угол, вот это с удовольствием. А как поймал проску Витаря в эту шайбу, как он вообще ее увидел, вот я говорю концептно... На какой неудобной высоте она летела. Да-да-да, терял, терял абсолютно скорость. Концовка смены здесь очень долго. Торпедовцы играли в меньшинстве. Слушай, ну пока вариант зеркалом, этот образ, он для него от себя уйдет. Опасно, бросок! И тут уже Жарков должен был забивать шайбу, скачет по ленточке ворот, Нижегородцев, но туда не попадает. Какая атака четвертого? Ну, второй, вторими, выдох. В зону продлил он движение шайбу. Ну, тут сумасшедшая просто атака ЦСКА в великолепный момент. Особенно этот бросок Жаркова. Да, Жарков самый опасный момент имел. Мы вернулись с вами на арену. А теперь мы к тебе обратимся за тем, как реагирует Максоэта, скамеечка Нижегородской стены. Но сейчас метрискутра очень спокойно, вообще без нервов. Ну, и до этого вы видели, действительно, вот сейчас вот это вот удаление второе действовало как раз в неравных составах. Сейчас отмечаем отличную работу армейцев в меньшинстве. Просто идеальная работа, где есть заблокированные броски. А вот это не идеально! А вот это было не идеально! По-моему, Светлаков, да, неудачно вынес шайбу. И защитник гостей Сергей Янко. А счет прессинга, вот, кроется борт. Нет, от Банина отскочила шайба с мальчиком ложился борт. Во-первых, на коротком борту прессинг закрывает защитник зону, доставляет шайбу на пятак. Ну и тут включение Сергея Янко, который забрасывает. Очень важный гол в этом втором периоде. Вот шайба, кто его знает, поскольку лучше на улицу было перевести. Но тут же есть удаление, здесь абсолютно справедливым будет удаление. Жаркова? Да, конечно, контакт был с Трускурюковым. Трудняет выход. И очень много работы без шайбы, в том числе и Николая Жаркова. С Орла на Орешку переворачивается, живет! Хочу сказать, как во времена. Это концовка эпизода. Я отметил момент, когда торпеда еще не владела шайбой. Но все, и соперник армейца остались. Пик вырезает на пятак. Куча малан на пятачке, как мы сегодня, по-моему, пока еще. Находясь целый матч рядом со скамеечкой Нижегородского торпеда, вот насколько можно прочувствовать, что Галузин один из самых важных механизмов в команде, потому что именно Галуза – это самое частное словосочетание, которое говорит Петерис Кутер на протяжении всего матча, коренной воспитания. Вот момент, когда Плат действительно вылезает, и здесь Проскуряков хорош, но дальше уже все. Там Сечеру рубить пошли, врет, вбивать кого угодно. Бросок по воротам. Все перекрыто. Штанга после броска до косты. Штанга спасает ворота торпеды. Ну, давай глядеть. Да. Какая плотность. Вот с этого ракурса видно, с какой количества СК. И опять ССК выигрывает вбрасывание, но очень мало времени. А Потап попускает с назад. Бастер, на счет, попытка добить! Взрослый, сильный матч провели, серьезный, да? А вот серьезность намерений команды где-то, может быть, дойти до конца, она по таким играм проверяется. Не по веселухе в Кирсене, когда было там 6-4 первые матчи. И дальше ее Киридз уже затрясло. А когда они переиграли армейцев в игру, которая близка была к армейской, и выстояли в концовке, согласитесь, две минуты у ССК были. Вот тот самый ССК, который, да, бывает всегда, да. Сейчас армейцы благодарят сектор паренщиков, которых сегодня собралось очень много. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ